Доброе утро! Грибы, перец болгарский, помидоры черри и баклажаны. А также для соуса Песта нам потребуется базилик, подсолнечное масло, кедровый орех, чеснок, сыр пармезан и оливковое масло. Компоненты все довольно простые, а как приготовить правильные запеченные овощи сейчас будем учиться вместе. Начинаем! Ну, для начала нам нужно их замариновать. Отправляем в миску. Так. Все овощи. Запекать овощи тоже довольно просто. Казалось бы, задача, доступная каждому, но тем не менее, цель, чтобы овощи остались сочными и целыми, тоже справиться с ней не так уж просто. Мы заливаем их соевым соусом. Да. Мы заливаем соевым соусом, оливковым маслом. Тщательно перемешиваем. Будьте при этом аккуратны. Не стоит солить эти овощи каменной солью. При попадании на кожуру, либо на мякоть овощи, она способствует выделению излишнего сока и потом при запекании они будут уже суховаты. Также лучше протереть перед тем, как мариновать наши овощи тщательно от воды, потому что тоже излишняя жидкость будет способствовать размягчению корочки и, как следствие, наши овощи тоже будут гораздо суше. Ну и, конечно же, лучше не повреждать саму оболочку. Резать на аккуратные маленькие дольки лучше не чистить шкурку ножом, а хорошо тщательно вымыть под проточной водой. Вот, наверное, половина секретов. Остальные узнаем немного позже, после того, как запечем наши овощи. А как? Мы их запекаем при температуре 180 градусов 8 минут. Тем временем, пока овощи в духовке, давайте приступим к приготовлению классического соуса песта. С чего начнем? Начнем мы с того, что наливаем подсолнечное масло. Угу. Так. Добавляем оливковое. Какой пропорции? Пропорции 1 к 3. Угу. Базилик. Так. Тоже он должен быть предварительно тщательно вымыт и просушен. Старайтесь избегать попадания воды. Кедровый орех. Угу. Примерно грамм 10. Чеснок. Три зубчика. Да. Так. Сыр пармезан. И соль. Угу. Все это тщательно взбиваем блендером. Взбивали мы на протяжении трех минут. Попытайтесь добиться однородной консистенции. Ну а пока мы идем за овощами. Овощи запеклись. Приобрели хрустящую корочку. Мы можем приступать к оформлению. Обратите внимание, чтобы овощи были действительно золотистой корочкой. Проткните их. Лучше, конечно, если это будет кондитерская палочка, либо шпажка для суши. Главное, чтобы они были мягкие и шпажка проходила равномерно. На самом деле, запекать овощи в духовке – это целое искусство. Ведь добиться такого вида можно не с первого раза. Тщательно контролируйте температуру. Все-таки каждой духовке нужно приспособиться. Об этом каждая хозяйка знает. Но зато, согласитесь, это прекрасный, удивительный аромат. И, кстати, это гораздо полезнее, чем овощи жареные, либо тушеные. И точно вкуснее, чем вареные. Так. Выкладываем все это. Выкладываем. И заливаем соусом песто. Соус песто тоже ведь довольно просто приготовили. На самом деле, это традиционный соус, известен еще со времен древнего Рима. Кстати, его очень просто хранить в холодильнике. Можете перелить его в любую баночку, плотно закрыть крышкой, и хотя бы недели-полторы-две он будет с легкостью храниться. Станет отличным дополнением как к любой итальянской пасте, так и салату, так и даже к нашим запеченным овощам. Главное это фантазировать и готовить с легкостью и уверенностью, что достигнете правильного результата. Ну а тем временем мы украшаем. Мы украсили фисташковой смесью и оливковой пылью. Угу. Ну и еще немного зеленых компонентов декора. Все для того, чтобы наше блюдо выглядело просто потрясающе. Всего несколько минут и абсолютно здоровый завтрак, обед или ужин готов. Пользуйтесь нашими рецептами, мы в ресторане Канор выбираем для вас только самое лучшее. Еще раз напоминаю, что находится он у нас в Одессе по адресу французский бульвар 66-3. Я уже приступаю. Начинаю пробовать, а вы готовьте. Спасибо, Костя, за рецепт. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»!